К священнику на исповедь приходит женщина и говорит, грешна батюшка, с кумом согрешила один раз с четвертью. Батюшка посмотрел на нее и уточняет, как это, женщина объясняет, ехали мы с ним на базар и согрешили, а обратно ехали, только расположились, нам помешали. Батюшка продолжает, слушай, иди догреши, а то я в дробях не разбираюсь. Майор на лекции объясняет в аудитории, максимальный угол возвышения пулемета БТР 30 градусов. Из аудитории звучит вопрос, каких градусов, товарищ майор, Цельсия или Фаренгейта? Немного подумав майор отвечает, Фаренгейта, дружный хохот в аудитории. Майор посмотрел на них и отвечает, ну уж и пошутить нельзя, конечно Цельсия. Встречаются два приятеля, первый спрашивает, как у тебя дела? Второй отвечает, нормально, только ангиной заболел, не могу вылечиться. Первый продолжает, я тоже болел, меня жена вылечила хорошим сексом. Второй подумал и уточняет, она сейчас дома. Все-таки женщины не отличаются пунктуальностью. Позвонил я тут своей девушке, и она мне выдала. Я же сказала, что буду через пять минут, так что незачем мне названивать каждые полчаса. Муж уехал на курорт. Через неделю жена шлет смс, как отдыхается, как погода, как море. Муж подумал и пишет в ответ, не знаю, отстал от экскурсий на винзаводе. Учитель чертит на доске треугольник и спрашивает Вовочку, какой это угол острый, прямой или тупой? Вовочка в ступоре, Петя подсказывает, такой же как ты. Вовочка радостна, этот угол крутой. Молодой солдат написал своим родителям письмо, прибыв на место назначения. Дорогие мамы и папа, по понятным причинам, я не могу сообщить вам, где нахожусь. Но недавно я подстрелил белого медведя. Через несколько месяцев от него пришло другое письмо. Дорогие родители, я опять не могу написать вам, где я теперь служу. Но вчера я танцевал с чудесной гавайской девушкой. Через месяц пришло еще одно письмо. Дорогие мать и отец, я все еще не могу сообщить вам, где нахожусь. Но вокруг меня бродят люди в длинных белых одеждах и одни только Цезарь и Наполеоны. Разговаривают двое олигархов, первый рассказывает. Представляешь, Калян-то засек свою жену с мужиком. Второй недоуменно. Ну и, первый продолжает. Ну говорю же, засек. Снял себя золотую цейопору и засек обоев до полусмерти.